История с девочкой фреетистской, выступающей на улице города с целью накопить деньги на подарки родным, получила приятное продолжение. В рамках празднования Дня защиты детей, одаренную Амину Жумабекову, посетили руководители молодежных организаций города, причем не с пустыми руками. В гостях у талантливой Павлодарки побывала и наша съемочная группа. В конце мая на страницах Павлодарских пабликов и информационных агентств начали появляться фото и видеоматериалы, рассказывающие о судьбе 16-летней ученицы музыкальной школы-интерната для одаренных детей. Амина Жумабекова решила сделать подарок своим племянникам к 1 июня и для реализации своих планов вышла на улицы города, чтобы подарить людям музыку. Девочку заметил проходящий мимо работник УИЗ и решил помочь ей осуществить свою мечту. Неравнодушные сотрудники департамента подарили племянникам Амины набор игрушек. Сама флитиска считает, нужно поступать так, как велит сердце, и не стоит бояться жизненных трудностей. Не стоит говорить того, что вот не надо, а у тебя не получится. Почему бы и нет? Почему если попробовать, посмотреть, попробовать, поиграть, если такой момент есть и вообще шанс есть, почему бы и нет? История талантливой исполнительницы, рано оставшейся без родителей и живущей сейчас с родной тетей, не оставила равнодушными как пользователей социальных сетей, так и власти региона. В День защиты детей в дом Амины Жумабековой приехали руководители молодежных общественных объединений и организаций, таких как Жасотан, Жасыл Ель, ЦРМИ, штаб волонтеров и другие. Как подобает радушной хозяйке, Амина и ее родные встретили высоких гостей с музыкой. Ранее в одном из интервью местных СМИ Амина Жумабекова рассказала, что планирует копить средства на профессиональную флейту. Однако теперь девочке придется изменить цели для накопления, ведь желаемый инструмент ей уже подарили. Павлодарская молодежь, скажем так, все силы объединила и подарила такой подарок буквально завтра-послезавтра уже будет произведена доставка данного инструмента. Естественно, такой инструмент в доступе в Павлодаре не оказался, но тем не менее он буквально через несколько дней будет здесь, на руках, и Амина сможет профессионально заниматься. Девочка планирует поступать в музыкальный колледж и продолжать достигать поставленных целей, несмотря ни на что. Я хотела бы где-нибудь за границей, желательно в Париже, потому что мне нравятся вообще вот там залы большие, красивые залы. Мне нравится атмосфера этих залов, они довольно-таки комфортные, удобные залы.